Привет, красотка! Лето в самом разгаре. По погоне не скажешь, конечно, но не важно. В общем, уже конец июня, а видео о летних лайфхаков на моем канале так и не было. Как же так? Нужно исправлять. Поэтому сегодня, красотки, вас ждет подборка из пяти летних бьюти-лайфхаков для нас, для девочек, для нашей красоты. И более того, это видео я снимаю не одна, а с потрясающей Диной с каналом Мадам Папайя. Здесь будет фотография Дины, если вы вдруг не знаете Дину. Привет, я Дина, и я тоже подготовила для вас лайфхаки, которые этим летом вам точно пригодятся. Поэтому после просмотра Саши на видео обязательно приходите ко мне на канал и заряжайтесь полезной информацией. Ссылочку на мой канал найдете в описании. Ну, а мы начинаем. И первый мой лайфхак будет о том, как сделать из скучной, достаточно обычной, самой непримечаемой, непримечательной... самой обычной кофты, супертрендовый и актуальный кроп-топ или кроп-кофта. Громко сказано, конечно, но на самом деле мы просто с вами сделаем достаточно оригинальную вещь, которую очень круто, очень удобно носить с джинсами или шортами или юбкой из завышенной талии. Я просто обожаю такие вещи. Нам нужна обычная самая кофта. Я думаю, что у каждого есть такая кофточка, которая как бы заканчивается примерно ниже бедер или по бедру как раз-таки идет. Какого-нибудь однотонного или не обязательно однотонного цвета. Нижнюю часть кофты полностью поднимаем, заворачиваем и делаем такой вот узелочек. Я так на самом деле все детство проходила в саду, потому что все вещи моей сестры мне были большие. Я делала вот эту вот штучку и как бы сейчас, когда я уже выросла, я тоже так делаю, но не потому что это вещь моей сестры, потому что мне реально просто так нравится. Главное это более-менее аккуратно сделать, чтобы вещь была не мятой, не казалась какой-то странной, чтобы это все смотрелось красивенько, аккуратненько и все. У вас в кармане новая кроп-кофта, вы ничего не резали, особо-то не старались. Второй мой лайфхак будет про волосы красотки, а именно про то, что если вы вдруг пользуетесь феном, многие очень пользуются феном на самом деле, все мы хотим, чтобы после мытья волос они лежали, ну, типа, красиво, как после утюжка или как после плойки. Но летом можно немножечко поберечь наши волосы и просто-напросто на влажные волосы, то есть, когда они чуть-чуть подсохнут после душа, сделать косички. Обычные косички, не мелкие, а просто буквально вот две косички. Сделать их на несколько часов, либо, может быть, даже на всю ночь. Но вот лично лайфхак от меня, не делайте их до конца. Раньше это было очень актуально, прям вот я когда делала себе косички на ночь и хотела, чтобы на следующий день у меня были кудрявые волосы, я доплетала до конца и прям вот кончик, я его прям закручивала, чтобы он тоже был именно кудрявый. Но, как мне кажется, сейчас намного, опять же, тренды уходят в естественную, спляжные локоны, собственно, они так и называются. Это когда вся копна волос немножечко кудрявая, где-то больше, где-то меньше, нет какой-то особенной прям укладки, формы, но это все смотрится очень так органично, красиво. Кончики как раз-таки могут быть прямыми и это вполне нормально. То есть тут вы убиваете двух зайцев, это и красиво смотрится, и вы экономите время, и пережете волосы. Получается, трех зайцев убили. Представляете, так даже не бывает. Всегда по поговорке двух зайцев убивают, а тут мы убьем троих. Наверняка в вашей ванной найдется мужская пена для бритья. Либо ваш папа, либо бойфренд или муж обязательно ее пользуются. Так вот, американский бьюти-гуру советует нам, девушкам, использовать мужскую пену для бритья. В качестве маски для лица в летний период. Она отлично увлажняет кожу, обладает успокаивающим эффектом и снимает раздражение. А следующий наш лайфхак будет, девочки, связан с одним средством, которое я вам точно рекомендую приобрести, точно рекомендую иметь в своей бьюти-косметичке. На всю семью, мне кажется, это средство и просто навсегда. То есть это то, что у меня, мне кажется, будет до конца моих дней. Это кокосовое масло. Я вам сейчас просто расскажу, что оно делает, и вы скажете, хорошо, я поняла, я покупаю, я пользуюсь. Как бы, в принципе, и зимой, и весной, и осенью я его использую. Но летом, как мне кажется, оно особенно многофункционально. Во-первых, это офигенное средство для загара. Я вообще, на самом деле, не особо-то рекомендую прям специально загорать. Либо, если вы очень хотите прям загар, то изучите этот вопрос, загорайте в нужное время, недолго и, короче, аккуратно. Очень аккуратно, потому что это очень опасно на самом деле. И не нужно сидеть вот так вот по 12 часов, лишь бы у вас было шоколадное тело. Вы даже не представляете, что на самом деле солнце может сделать с нашей кожей. Но в любом случае, если вы уже решили загорать, лучше кокосового масла, мне кажется, ничего нет. Оно безумно увлажнит вашу кожу. Оно выстроит вот этот защитный слой для нашей кожи. И равномерный такой загар сделает, более щадящий. Также для волос, конечно же. Летом особенно, когда вы там много купаетесь. Я бы не сказала, что я сейчас вообще купаюсь, кроме как в ванной где-то, потому что, ну, на улице даже в куртке ходить иногда холодно. В любом случае, если у вас нормальное лето, если вы где-то там отдыхаете, волосы почти каждый день испытывают сильный стресс из-за того, что они постоянно в бассейнах, у нас какой-нибудь хлорка контачат. Ну, в общем, печально им. И кокосовое масло это необходимая вещь. Делайте масочки, наносите на кончики ваших волос. И оно очень целебно для всего, фактически. Для действительно. То есть кутикулу увлажнить, в виде масочки такой на лицо нанести. Следующий лайфхак будет того, что мы с вами все очень сильно любим покушать. Я вам предложу мега простой, самый простой рецепт вкуснейшего мороженого. Это мороженое из бананов, измельченных в блендере и замороженных заранее. То есть сначала мы замораживаем бананы с кожурой. Прямо просто на ночь там убирайте их в морозилку. И с утра у вас уже будет замечательный завтрак. Достаем бананы. Немножечко их в горячей воде или в кипятке даже вот так вот обдаем, потому что кожица так легче сойдет. И измельчаем в блендере. Оно на самом деле очень вкусное и оно безумно натуральное, потому что там только бананы. И его легко можно сделать дома, не выходя на улицу под дождь, например. Как сейчас у меня вот все с зонтиками ходят, ливень. А я могу мороженое сама себе сделать, понимаете? Ну что ж, красотки, видео подходит к концу. Оно получилось не особо большим, но надеюсь, что информативным и полезным. Обязательно ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. И пальчики вниз, если видео вам не понравилось. Я не боюсь дизлайков, девочки. В целом, подытожу и скажу напутствующие слова на все лето. Улыбайтесь чаще, гуляйте больше, кушайте фрукты, ягоды, набирайтесь витаминчиков. Не позволяйте погоде испортить ваше настроение, ваше лето. Используйте это время с умом. Не просто высыпайтесь там до 4 часов дня и потом деградируйте вконтакте или в инстаграме. Читайте книжки, которые вам интересны, потому что в школе особо времени на это ни у кого нет. А сейчас самое время, чтобы делать, что ты хочешь. Конечно, заниматься спортом. На самом деле, через 5 минут мне нужно выезжать в стоматологию, но у нас еще есть видео-вопросы из инстаграма. И я не могу прервать нашу рубрику. Привет, Саша! Меня зовут София. И сегодня будет вопрос от меня про тональный крем. У меня очень сухая кожа, это реально для меня проблема. Как наносить тональный крем, чтобы не получался такой эффект муки и тонный макияжа? Спасибо тебе за ответ. Привет, София! Спасибо большое тебе за вопрос. Я сейчас скажу очень кратко, но на самом деле на моем канале есть отдельное видео. Вот оно. Или вот оно. Здесь, наверное. Да, вот оно. Лайфхаки с тональным кремом. Но я сейчас отвечу кратко. Во-первых, подбирать тональник специально для сухой кожи. То есть это действительно есть различия косметических средств для сухой, нормальной, жирной кожи. Обращайте на это внимание, а не игнорируйте этот момент. Во-вторых, наносить сам тональник, немножечко добавляя туда либо крем, либо когда растушевываете бьюти-блендером, допустим, наносить чуть-чуть масла. Прямо вот, ну, косметического масла обычно для лица, не на том, которым мы жарим яичницу, а косметического масла. Вот в эти зоны, вот в эти. В общем, чаще всего, где шелушение происходит. Это работает почти у всех. То есть кожа действительно не сушится. И в течение дня, более того, еще и увлажняет свет. Так что да, надеюсь, что помогла тебе своим ответом. Но на всякий случай лучше посмотри вот это вот видео. Оно уже всплывало. Ну что ж, красотки, видео подошло к концу. Не забывайте переходить на канал Дины и смотреть ее ролик. Саша, спасибо большое за лайфхаки. Видео получилось по-настоящему очень полезным. И помните, что я вас очень сильно люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok